Всем привет! Сегодня у нас очень интересное, длинное и важное слово. Это единомышленник. Единомышленник. Давайте посмотрим, что это значит. Единый, это значит один. Один для всех. Мысль. Мысль, это то, что мы думаем. Когда мы думаем, у нас в голове мысли. Единомышленник, это человек, который думает как мы и хочет делать то же самое, что мы. Но обычно это не просто друг, приятель, подруга. Это человек, у которого идеалы и идеи, принципы, как у нас. И обычно мы вместе что-то делаем. Сейчас такая трудная ситуация в мире и и в России. Когда в России активно работает пропаганда, идет война. Одни люди думают так, другие так. И иногда, когда в нашей семье и вокруг на работе все думают по-другому, а мы думаем не так, тогда очень важно нам найти единомышленников. Единомышленник, это человек, который думает как мы. Например, я, дорогие друзья, сейчас активно занимаюсь волонтерством во Франции. Мы работаем с украинскими беженцами. Беженцы, это люди, которые бегут, которые не могут жить в своей стране, потому что там война. И эти люди, другие волонтеры, мы единомышленники. Я нашла своих единомышленников. И это просто бесценно. Это очень-очень важно, потому что мы видим, что мы не одни. Есть люди, которые тоже хотят помогать, хотят делать то, что делаем мы. И есть люди, которые даже более активные, чем мы. Мы можем вокруг них объединиться. Ещё раз хорошее слово для вас. Объединиться значит быть вместе вокруг чего-то, идеи или человека. Единомышленник. Напишите, пожалуйста, ваш пример, где вы нашли единомышленников. Может быть, вы часть какой-то организации, которая занимается тоже волонтерством. Или вы часть какой-то политической организации, партии. Вы активисты политические. Или, может быть, вы защищаете животных или феминизм. Какая-то группа людей, где люди думают, как мы, как вы. И тогда мы можем сказать, что да, вот здесь я нашёл, здесь я нашла своих единомышленников. Пожалуйста, пишите в комментариях. Я исправлю ваши ошибки, если они будут. Если вы хотите получать подкасты и видео каждые пять дней, приходите в мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей. Если ваше кредо по жизни – это всегда продолжать учиться. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорого! Пока-пока!